Миролюбие, не пацифизм, не путайте. На Всебелорусском Народном Собрании были приняты концепция национальной безопасности и военная доктрина. Этот ВНС уже вошел в историю. И лето не за горами. Сезон фонтанов и каруселей открылся в столице. Это электронная версия Минского Курьера. Коротко и по делу о столичных событиях расскажу я, Кирилл Казаков. Первое заседание 7-го Всебелорусского Народного Собрания уже история. В первый день были сформированы руководящие органы ВНС. Председателем избран Александр Лукашенко, а его заместителем Александр Косиниц. Кроме того, был избран президиум Всебелорусского Народного Собрания. В своей речи президент еще раз подчеркнул, что новый статус ВНС, как собственно и смысл его создания, необходимы для сохранения нынешнего курса власти. Так называемый страховочный механизм для будущего. Уважаемые друзья, без скромности скажу, что весь этот Сербор затеял действующий президент. Знаете почему? Я не единожды об этом говорил. И вы знаете, мы, и я в том числе, прежде всего, я поколение уходящих политиков. И я очень надеялся и надеюсь, что когда нас не станет, вы, ВНС, удержите страну. Я знаю, как трудно это делать одному, 10, 20, 30 человеку. Александр Лукашенко подчеркнул, что вопросы, коллегиально принимаемые на собрании, носят исключительно стратегический характер. Так, во второй день делегаты заслушали доклады госсекретаря Совбеза, министра обороны и председателя КГБ. И после обсуждения были приняты военная доктрина и концепция национальной безопасности страны. Подвел итоги первого заседания ВНС Александр Лукашенко. Надо мирно жить, развиваться, особенно с таким соседом, как Беларусь. Мы не хотим ни с кем воевать. И я уверен, не будем воевать. Они понимают, что мы можем серьезно ответить. А это гибель, одновременная гибель миллионов людей. Это новая война. И я уже не раз говорил, если что, мы станем все Брестской крепостью, но защитим свою землю. Хватит. Мы уже наелись. Я как историк понимаю, что мы пережили. И туда нас включали, и сюда нас включали, и нас наклоняли. И мы все время согнувшись, в лаптях ходили. Получили эту независимость. Так ее надо сберечь. Всячески. Желательно. Без войны. Два дня первого заседания 7-го Всебелорусского народного собрания уже вошли в историю, еще раз это скажу, и форматом, и количеством гостей, и медийностью. Делегаты и эксперты размещали свои впечатления и мнения в социальных сетях и охотно делились с журналистами, которые также транслировали свои программы в прямом эфире. Наше агентство впервые во Дворце Республики разместило открытую выездную студию вечернего политического канала. И два дня гости делились мнениями по поводу происходящих событий, как в эфире Радио Минск на волне 92.4 FM, так и на YouTube-канале вечернего политического канала. Напомню, от Минска делегатами ВНС стали 60 депутатов Мингорсовета, представители общественных организаций, а гостями десятки экспертов и журналистов. Многие из них известны всей стране. Так, например, небольшой сенсацией стало появление в кулуарах ВНС героя Беларуси, космонавта Марины Василевской. Наша же команда подготовила материалы в газеты «Минский курьер», «Вечерний Минск», на порталы и в телеграм-канал «Минск новости». Вот небольшая подборка мнений. Очень важный день для Республики Беларусь. Это эпохальное событие, но по своей важности, наверное, за последнее время вряд ли что-то может с ним сравниться. Очень сильное выступление президента и от некоторых сказанных ими слов, которые бы сказаны прямо в точку, эмоции зашкаливали. И очень правильно было сказано, что в нашей Родине кроме нас никого нет. Мы всегда, если строим, то на века, если работаем, да, это у нас, слава богу, люди всегда умеют подумать, остановиться, выдохнуть и принять правильные решения. Наши люди умеют слышать. И самое главное, что то, что им говорится, говорится нашим президентам, нашим правительствам, оно дает потом плоды. Алексей Талай. Как член Конституционной комиссии ощущаю всю ответственность за происходящее событие. Мы должны чувствовать, что происходит в мире. Все довольно сложно, но внутренняя повестка во многом зависит именно от нашей активности. В наши дни главным полем битвы за умы подрастающего поколения стала цифровая среда. Ольга Чемоданова. Я хочу обратить внимание на то, что в рамках работы ВНС планируется уделить самое пристальное внимание вопросам безопасности государства, страны, граждан. У меня нет сомнения в том, что в своем новом статусе ВНС способен принимать стратегические решения. Примечательно, что его формируют граждане, зарекомендовавшие себя в самых разных сферах, но неизменно на высочайшем профессиональном уровне. Мы видим людей множества профессий, и их объединяет серьезные достижения за спиной. Кредитационно, но на Северо-Русском собрании мы слушаем, и это один из предполагающих будет, я думаю, поручение и выступление главы государства. Наша обязанность передать детям, внукам будущее, передать мирную, развивающуюся страну. Перед ВНС президент провел ряд кадровых назначений. Так, бывший глава заводского района столицы Сергей Масляк назначен на должность министра природных ресурсов и охраны окружающей среды. На ВНС он уже был в новом статусе. Также министром юстиции назначен Евгений Коваленко, а руководителем госстандарта Елена Маргунова. Кроме того, были назначены руководители медицинской вертикали и целого ряда районов страны. Президент, как обычно, обозначил их статус и задачи. В зону ответственности сходят определенные территории. Прошу не забывать, что вы, президенты, на этих территориях, в городах или районах городов и районных центров. Работа будет непростая. Год политический. Вы это прекрасно знаете. И многие вопросы придется решать. В этом году подрядная организация «Минскстроя» выполнит ремонт 185 домов. Такие данные озвучены на встрече заместителя председателя Мингородсполкома Александра Черникова с трудовым коллективом объединения. На встрече обсудили возведение жилья для сотрудников компании, которые в нем нуждаются. Таких немало, несколько тысяч. Генеральный директор «Минскстроя» выразил готовность с совместными усилиями построить несколько домов. Для города же «Минскстрой» возводят в этом году целый ряд спортивных объектов. Так это фоки на Лучино и на Казимировское, ну а также стадион «Трактор» – легенда столицы. Полное интервью с директором объединения Александром Тереховым вышло в эфир в программе «Говорит и показывает Минск». Это объект, который тоже является знаковым, культовым для минчан. Поэтому сегодня работаем над этим объектом, над реализацией. И трудностей, в принципе, по его вводу в эксплуатацию особых мы не видим. Объект планово будет введен в эксплуатацию в те сроки, которые установлены. И еще несколько новостей из сферы строительства, о которой на этой неделе заявил председатель городсполкома Владимир Кухарев. Так в Минске за последние три года заменили тысячу лифтов. А еще в городе завершено строительство нового урологического корпуса 4-й больницы. Буквально на днях получено заключение госстройнадзора по вводу. И уже можно говорить о том, что объект сдан, оборудование медицинское налажено. Память жертв Чернобыля почтили в Минске. Возложение венков и цветов прошло в парке дружбы народов у памятного знака Ахвярам Чарнобыля. В числе делегаций ликвидаторы аварии делегация администрации президента, парламента, Мингоросполкома и Мингорсовета, администрации районов. Наибольший урон и наибольший ущерб понесла именно наша страна. Около 20% посевных площадей, около четверти лесных угодий. Практически 2 миллиона человек. В Лошадском парке прошел первый турнир нового сезона детских соревнований «Перший ровер». В нем участвуют дети, которые не занимаются профессиональным велоспортом. Заезды проводятся в каждом районе города. В этом году в программе есть новинки. Одна из них семейная эстафета, а вторая новая локация. Один из этапов ожидается 1 июня на площадке у Дворца спорта. Накануне только в Ленинском районе в стартах приняли участие 640 человек. Еще большее количество людей, которые активно занимаются велосипедным спортом. Мы стараемся создать в городе все условия. Каждый год увеличиваем количество велодорожек, велопарковок. И самое приятное, что сегодня действительно участвуют и взрослые, и дети. И даже самые маленькие дети до трех лет, они тоже участвуют в этом виде спорта и образовали целую локацию. Ну и на носу лета в пятницу в городе дан старт сезону фонтанов и аттракционов. Исполнять решения и рассказывать о смыслах ВНС теперь задача и делегатов, и приглашенных. Город же постепенно начинает готовиться к празднованию Великого Дня Победы, а на наступившей неделе, 1 мая, День Труда, выходной в среду. Это была электронная версия Минского Курьера. Смотрите в вашем телеграме и читайте на бумаге. Знаем о Минске все, говорим о главном. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!